Добрый вечер, товарищи! Сегодня я хочу рассказать вам об одном эпизоде времен обороны Кавказа. И героями событий, о которых у нас с вами пойдет речь, были наши советские альпинисты, спортсмены. Ну, вы знаете, что альпинизм – это тот вид спорта, который требует от человека большой выносливости, мужества, смелости. Такой спорт, которым должны заниматься люди, обладающими превосходными человеческими качествами. У меня есть довольно много друзей альпинистов, и хотя самому мне не приходилось заниматься этим видом спорта, я, будучи знаком с этими людьми, видел, как эта спортивная их профессия, альпинизм, вырабатывает в них вот эти очень важные качества – смелость, мужество, высокое чувство товарищества, умение прийти на помощь, умение и желание прийти на помощь в затруднительных обстоятельствах другу. Словом, это люди, на которых вы можете всегда положиться. И вот нашим альпинистам пришлось в годы обороны Кавказа сыграть свою важную роль там. В июле 1942 года гитлеровские войска, как вы знаете, прорвали наш фронт в районе Ростова и Таганрога, и довольно быстро танковые и пехотные части врага устремились к главному Кавказскому хребту. Вскоре они вышли к минеральным водам. Дело в том, товарищи, что гитлеровцы заблаговременно готовились к захвату Кавказа. У них в Германии были организованы, надо сказать, неплохо организованы специальные альпийские или горно-стрелковые, или егерские, как их называли, части. Причем костяк этих частей составлялись спортсмены-альпинисты. Многие из них, из этих немцев, которые возглавляли эти горно-стрелковые части или были проводниками в них, многие из них побывали до войны на Кавказе, совершали восхождение на Эльбрус или на Казбек, приезжали к нам как туристы, как спортсмены, и участвовали в восхождении. И, видимо, многие из них бывали уже заранее, имея в виду будущий поход гитлеровцев на Кавказ. И, конечно, гитлеровская разведка использовала эти поездки и восхождение своих альпинистов в своих разведывательных целях. Эти части, сформированные в Германии, прошли тренировку в Альпах, получили снаряжение специальное, они были снабжены мулами, очень выносливыми и хорошо преодолевающими горные тропинки, горные перевалы и так далее. И вот эти-то части были предназначены врагом для того, чтобы захватить перевалы главного Кавказского хребта и открыть гитлеровской армии путь в Закавказье, в зеленые долины Грузии, открыть им дорогу к Баку, к нефти нашей, которой они так жаждали. Словом, эти части летом прибыли в минеральные воды, там разгрузились и начали сейчас же действовать. Гитлеровцы начали наступление и в направлении Пятигорска, а от Пятигорска дальше через ущелья и через перевал Хотютау в сторону Эльбруса, а другие части наступали по дороге от Пятигорска на Георгиевск и дальше на Нальчик. Между Пятигорском и Нальчиком, так в 50 километрах от Пятигорска и в 25 километрах от Нальчика лежит Баксанское ущелье. Те, кто бывал на Кавказе, хорошо знают это ущелье, которое ведет в глубину к склонам Эльбруса. И вот там, в Баксанском ущелье, работал Тернаусский комбинат. Это очень важный комбинат, который давал нам металлы, необходимые для брони танковой, для стали нашей. Этот комбинат строился в 30-е годы и примерно года за два до войны вступил в строй. Когда возникла непосредственная опасность того, что гитлеровцы вот-вот подойдут к Баксанскому ущелью, часть материалов и ценностей машин, комбината и людей была эвакуирована по дороге тогда еще свободной, но по дороге это и становилось все труднее ездить, потому что она была заполнена передвижением воинских частей. И когда возникла непосредственная угроза того, что гитлеровцы вот-вот войдут в Баксанское ущелье, решено было эвакуировать служащих и семьи служащих комбината из этого угрожаемого района. Но дело в том, что уже воспользоваться дорогой основной ведущей на Нальчик было нельзя. Поэтому оставалось только везти этих стариков, женщин, детей, больных, среди них много было, везти через перевал. Из Баксанского ущелья вели два перевала в сторону Грузии. Один перевал это Бечо высотой в 3375 метров, и второй перевал пониже примерно 3300, кажется, метров. Это перевал Донгус-Арун. Первый из них выводил в Верхнюю Сванетию, к городу Местия, а второй Донгус-Арун выводил в Мингрелию, к городу Зугдиди, и там уже дальше не так далеко были Гагры и Сухуми. Вот эту задачу перевести большие группы женщин, детей, стариков, больных, неопытных в смысле этого альпинистского дела людей через эти перевалы, эта задача была поручена нескольким нашим альпинистам, которые в то время оказались в районе Нальчика, там на Кавказе. Это был, во-первых, начальник альпинистского лагеря Ротфронт, Александр Сидоренко, тогда мастер спорта, сейчас он заслуженный мастер спорта. Затем был там, тоже работал в одном из альпинистских лагерей, мастер спорта, ныне также заслуженный мастер спорта, Алексей Малейнов. Оба они, Сидоренко и Малейнов, были, как говорят, белобилетники, в армию их не брали, потому что у Сидоренко после одного очень опасного восхождения в 30-е годы были ампутированы пальцы на ногах, у Малейнова тоже было с глазами, кажется, что-то, и в армию их не брали. Но они добровольно пришли в части и готовы были помогать всем своим большим альпинистским опытом. Кроме того, военруком одной из школ был там Юрий Одноблюдов, тогда альпинист-перворазрядник, теперь заслуженный тренер по альпинизму наш. Вот эти трое альпинистов, им-то и было поручено все это организовать. А нужно было, товарищи, перевезти полторы тысячи человек через эти перевалы. Ну, видите, через эти перевалы в обычные времена ходили, бывало, туристы молодые. Даже скот иногда в благоприятные времена перегоняли крестьяне через эти перевалы. Но, видите, если ходили туристы, это все были молодые, так сказать, физически крепкие люди, значкисты, готовы к труду и обороны первой степени. Все это была молодежь, а в данном случае приходилось иметь дело с женщинами, с детьми, в том числе и совсем маленькими, с грудными детьми, со стариками, с больными. Это все было вопросом очень сложным. Даже в мирное время на этих перевалах бывали несчастные случаи. И перевезти такую массу неопытных людей было очень нелегко. Вместе с Александром Сидоренко, Юрием Одноблюдовым, Алексеем Малейном в этом приняли участие также украинский альпинист Николай Мринец, школьник грузинский Гриша Двалишвили, ему тогда было лет 15, что ли, но он уже имел некоторый опыт в альпинизме, Виктор Кухтин, радист, который зимовал в свое время на Эльбрусе, и еще несколько альпинистов из самого тернаусского комбината, любителей. Их человек 10 было, вот им было поручено это перевести. Был около селения Тагенекли, там в Баксанском ущелье, был организован лагерь, куда собрали этих полторы тысячи людей, из них товарищи 250 детей только было. И альпинисты, которые прибыли туда 8-9 августа, начали подготовку. Ну, прежде всего, решили выбрать, какой перевал. Решено было выбрать перевал Бичо, хотя он немного выше, чем перевал Дангу-Зарун, и подъем несколько более трудный, но зато спуск с него был более легким. И было решено именно этот перевал избрать. Висели там в лагере, куда собрали этих людей, карты этих самых перевалов. Все время к альпинистам подходили люди, которым предстояло совершить этот переход, задавали им вопросы, спрашивали, как они будут идти. Ну, например, к Сидоренко подошел один человек, болевший тяжелой формой астмы, и спросил, сумеет ли он перейти. Его обнадежили, и он действительно шел, только очень медленно пропуская мимо себя одну за другой группы, и в конце концов успешно перешел этот перевал. Началась подготовка, а подготовку нужно было большую провести, потому что, во-первых, не хватало снаряжения. Очков, например, не хватало всем. Решено было многих снабдить вместо очков такими картонными самодельными очками с узкими прорезями в них, чтобы защитить глаза от слепящего сверкания снега. Альпинштоков не хватало, знаете, этой палки с острым концом, который опирается, и которым удерживаются на льду альпинисты. Поэтому многих просто снабдили заостренными палками, вырезанными специально. Надо было решить вопрос, как матери понесут детей. И решили в простынях привязывать к ним на шею спереди ребенка маленького, так, чтобы руки у матери были свободны, чтобы она могла держаться за альпиншток. Альпинисты заранее вышли на маршрут. Они сложили по всему маршруту туры так называемые, такие пирамидки из камней, чтобы обозначить точно путь. Нужно было сначала, значит, от так называемого северного приюта, где стояли палатки, было обеспечено питанием, вела тропа сначала более-менее простая, легкая, по долине, а потом она переходила в тропу по склонам, кое-где крутые склоны были очень, и с одной стороны была пропасть, с другой отвесные скалы, то полегче она была. Но, в общем, эта тропа была еще несложная сравнительно. А потом эта тропа уже выводила к началу ледника. Там нужно было, во-первых, наметить путь среди ледников, потому что были трещины, там надо было их обойти умело. В одном месте был камнепад, и нужно было переводить по одному каждого из этой группы, с тем, чтобы наблюдать, если только камень падает, значит, чтобы вовремя прозвучало предупреждение, и люди могли бы укрыться, или перебежать быстро. А дальше за ледником, самый трудный участок, лежал так называемый куриная грудка. Это примерно высотой в 100 метров снежный гребень, снежно-ледяной гребень. Он примерно уклон, под уклоном 45 градусов идет. Спортсмены вырубили в этой гряде ступени и вколотили по бокам альпинштоки, протянули веревку, как перила, и вот по этим ступеням, где придерживаясь за веревку, и должны были подниматься люди. Словом, подготовка была довольно серьезная. Ну, а затем всех, кого предстояло эвакуировать, разделили на группы, и где-то в середине августа началась эта операция по эвакуации. Ну, вот, в частности, мне рассказывал о том, как он вел группу мой друг и заслуженный мастер спорта альпинизма Александр Игнатьевич Сидоренко. В его группе, а он шел вместе с украинским альпинистом Николаем Моринцом, было около 100 человек, из них 33 ребенка. Они, видите, у альпинистов существует такое правило, что темп группа во время такого похода берет по слабейшему. И самых слабых надо было ставить в голову колонны. По тому, как могли идти самые слабые, должны были ориентироваться и все остальные. Сидоренко шел в голове колонны, как раз там, где впереди этой колонны, за ним шли вот эти самые слабые, которые медленнее всех должны были идти. А затем Николай Моринец все время дефилировал вдоль всей этой колонны, и если выявлялись слабые, их тотчас же переводили вперед в голову колонны, и, соответственно, менялся темп передвижения группы. Ну, сначала они вышли из лагеря Тегенекли, вышли к этому северному приюту, так называемому. Потом там всего 7, кажется, или 8 километров ходу. Это был более-менее простой переход. А затем они должны были выступать еще ночью, с тем, чтобы самая трудная часть пути пришлась на светлое время. И в 3 часа ночи эта группа в 100 человек двинулась в путь. Вот они шли так, как я вам рассказывал, впереди Сидоренко, за ним, значит, самые слабые, потом остальная группа, и все время дефилирующий вдоль всей этой группы вперед и назад Николай Моринец. Дошли благополучно до этого северного приюта, они дошли до начала ледника, туда, где тропа выводила на начало ледника, там был небольшой привал, а затем двинулись уже через ледник, двинулись в сторону этой куриной грудки. И как раз произошло следующее дело в том, что в это же время через эти перевалы перебрасывались на лошадях и на ишаках, перебрасывались грузы продовольствий для питания этой группы и другие грузы вот такими караванами перебрасывались. И вот на глазах у этой колонны, когда они вышли на ледник, и впереди уже была видна эта самая куриная грудка, этот вот гребень снежно-ледяной, вдруг они увидели, как по этим ступеням, которые вырубили альпинисты, поднимается караван лошадей и ишаков. И вдруг один из ишаков провалился копытом в снег, выпростал это копыто, но потерял при этом равновесие и с сумками, нагруженными на него, вдруг покатился вниз по ступеням и вниз по ледяному склону и исчез в одной из ледяных трещин, разбился. Ну, как вы понимаете, зрелище было не из приятных, но нужно сказать, что люди, все, кто шел, женщины, старики, больные, они все понимали, что нет у них другого пути и что надо уйти от гитлеровцев, поэтому они, так рассказывают альпинисты, были необычайно дисциплинированы, послушны, соблюдали все условия этого очень сложного перехода. Ну, двинулись туда, через ледник, к этой куриной грудке, и тут матери все время несли или вели своих детей, а тут уже по ступеням детей взяли на руки альпинисты и по одному переносили их через эту снежную гряду по ступеням, а матери шли отдельно со своими альпинштоками или заостренными палками, придерживаясь за перила. Кстати, тут как раз произошел такой эпизод, шла в этой группе машинистка Тернаутского комбината, она была тяжело больным человеком, у нее было одно легкое только, а ведь это товарищи на высоте 3300 с лишним метров, и, конечно, ей было очень тяжело, и Сидоренко вдруг заметил, что она побледнела, буквально зеленой стала, и теряет сознание. Ему пришлось подхватить ее там на ступеньках, и он уже ее втаскивал на себе туда наверх, причем вы понимаете, что в этом разреженном воздухе на высоте каждое движение, каждое усилие стоит гораздо дороже, чем внизу, и ему пришлось так подтягивать ее на несколько ступенек, потом останавливаться, переводить дух, отдышаться, опять тянуть, и вот таким образом он перетащил ее, через эту снежную гряду, и в конце концов она благополучно прибыла вниз. Так были перенесены дети, переведены матери, потом они начали спускаться с перевала, и тут как раз они встретили, уже подошли наши части. Дело в том, что наши части в это время занимали горные перевалы, чтобы остановить наступление немцев. Там на горных перевалах уже строили окопы из камней, устанавливали орудия, минометы, и когда бойцы наши увидели эту колонну, то произошла очень трогательная сцена, они помогали, брали детей на руки, и, словом, сейчас же окружили этих эвакуируемых, окружили такой теплой заботой, кормили их, помогали им и так далее. Потом препятствием при спуске были еще разлившиеся ручьи. Как раз в это время многие ручьи разлились для альпиниста, для молодого туриста это, конечно, препятствие небольшое, но ведь эти реки очень быстрые, поэтому детям, например, было бы трудно, детей переносили, или даже порой через узкие ручьи альпинисты как-то перебрасывали их из рук в руки, и все эти реки тоже были благополучно преодолены. Словом, товарищи, они вышли, я вам сказал, в три часа с южного, с северного приюта, а на другом склоне перевала был организован южный приют, тоже поставлены палатки, там было одно здание, и там было приготовлено руководством комбината и питание, и отдых для этих эвакуируемых групп. И вот если 4-5 часов обычно в нормальных условиях у туристов занимал переход на это расстояние, переход через этот перевал Бичо, то здесь пришлось идти с 3 часов ночи, как я вам говорил, и до 10 часов вечера. То есть уже поздним вечером в темноту они добрались, только очень усталые, пережившие сильное нервное напряжение. Правда, говорят, дети довольно себя вольно чувствовали, не понимали опасности, даже играли по дороге, как рассказывают альпинисты. Но вся эта группа была переведена благополучно, оказалась там в южном приюте, а дальше уже шла легкая дорога, которая выводила в долины верхней Сванетии. И дальше уже эти эвакуируемые были легко доставлены туда вниз. А спортсмены, приведя эту группу, отправились за следующей группой. Все время так шли, им навстречу попадались другие группы, которые вели другие альпинисты. Каждый из спортсменов перевел примерно по 5 таких групп. То есть 1500 человек, из них больше 250 детей. И что поразительно, товарищи, что ни одного несчастного случая не было, несмотря на трудности этого перехода, несмотря на состав участников этого перехода. Это была операция, проведенная необычайно четко, с соблюдением всех правил безопасности, и ни одного несчастного случая с людьми за все время не было. Все семьи работников Тернаусского комбината были благополучно эвакуированы. Кстати, когда они работали, переводили одну группу за другой, а это, товарищи, длилось с середины августа до начала сентября. Это заняло больше двух недель вся эта эвакуация. Так вот, когда они числа 17-го, что ли, августа, когда они шли, они вдруг услышали, что якобы в верховье Баксанского ущелья идут бои с немецкими частями. Они не поверили тогда, но, увы, это оказалось правдой. Действительно, гитлеровцы из Пятигорска прошли через Тиберду, через перевал Хотю-Тау, прошли к склонам Эльбруса и вышли на склоны Эльбруса и пытались спуститься в Баксанское ущелье, но, к счастью, там им встретилась одна наша воинская часть, спешенный эскадрон кавалеристов. Он им дал бой и отбросил их. Они так и остались, укрепились, значит, на высотах вокруг верховья Баксанского ущелья и на склонах Эльбруса. Я, кстати, собираюсь в следующий раз рассказать вам другую историю альпинистскую, о том, как вот в этот же период, несколько позже, был снят немецкий флаг с вершины Эльбруса, с вершины, которая, как вы знаете, является высочайшей вершиной Европы. Альпинистам, причем и тем, о которых я вам рассказывал, и Сидоренко, и Одноблюдову, и Малейнову, и Маринцу, и другим пришлось участвовать и вот в этих дальнейших операциях. Но первой их такой операцией, операцией, которой они справедливо гордятся до сих пор, был вот этот перевод людей через перевал Бичо. Кстати, сейчас они бывают там же, потому что они каждый год ездят в альпинистские лагеря, и они встречаются там, в районе Тернауза, в окрестных селениях. Они встречаются со многими своими подопечными во время этого перехода через перевал Бичо. Сейчас многие из тех, кого они переносили тогда на руках через эту снежно-ледяную гряду на вершине перевала, через эту куриную грудку, сейчас это уже взрослые люди, и у них сейчас такие же дети, какими они были в то время, в 1942 году. И они тоже вспоминают всегда об этом переходе, как о чем-то очень и опасном, и очень интересном, и важном в их жизни. Я думаю, товарищи, что в следующий раз мы опять, как я вам сказал, вернемся к рассказу об альпинистах, а пока я с вами попрощаюсь до следующей передачи, когда у нас с вами, как я вам говорил, будет идти речь о снятии немецкого флага с Эльбруса. Я даже хочу уже в позднейших передачах познакомить вас с некоторыми героями этих моих рассказов. В частности, я вас познакомлю с заслуженным мастером спорта Александром Сидоренко и с заслуженным тренером по альпинизму Юрием Одноблюдовым. Но это уже будет не в следующую передачу, а через одну передачу. Ну а пока, товарищи, до следующего раза. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok